Ребят, всем привет. Начинаю влог. Сижу сейчас на полу почему-то. Не знаю, захотелось на полу посидеть. Снова рядом с гитарами. Еще одну тут с гитарой. Это влог сейчас попытаюсь встать. Ой, встал. Смотрите, кстати, я нашел свой старый телефон. Это L-Cotel One Touch. Он такой, знаете. 5 дюймов экран. Да, 5 дюймов. В таком чехольчике. Сейчас покажу. Сниму его. Блин, неудобно все одной рукой делать. Вот, сзади такой L-Cotel One Touch. Это что? Это у нас металл. Это у нас металл. Ладно, засовываю обратно. Кстати, сейчас вам покажу мою коллекцию чехлов. Она реально большая. Ну как большая? Для меня это много. Стричь. То есть вот такой вот. ММ Дэмсика. ММ Дэмсинка. Такой черный. Я, кстати, сейчас покажу еще рисунки, которые я делал для чехлов. Специально. У меня их очень много. Точнее, у меня был один какой-то... А, вот он, да, кстати. Вот у меня прозрачный чехол, но он у меня уже треснул. Я вот его немного сломал. Сейчас покажу рисунки, которые я делал специально для того, чтобы вставить в этот чехол. У меня их, ну, немного, потому что я еще половину из них потерял. Смотрите, вот такой троллфейс. Троллфейс. Ум. Егор. Чехольчик такой, вот так. Егор. Я не знаю, как он должен быть. Вот так, по идее. Ну да, как-то так. Затем идет вот такой вот. Я, кстати, красками рисовал. Вырезал из журналов про Букуганы. Такой нормальный рисуночек. Вот такой у меня лайк. 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 Поставьте лайк. Ну, и вот такой вот синий тоже с троллфейсами. Всякими. Сейчас покажу, кстати, у меня есть еще один чехол, который вот наподобие такого, который у меня сейчас надет. Я, кстати, вот, который у меня сейчас надет. Я его, когда купил вчера, вчера утром я просто пошел в авокадо такой, самый первый такой. Пришел, и полчаса стою и разглядываю чехлы на айфон. Вот у меня чехольчик. Вот такой вот с черепом. Мне его подарили сразу, когда подарили телефон. У меня был самый первый. У меня еще один был, но он у меня треснул. Вылетела задняя панелька. А, блин. Товарец поранил. Там вот что-то острое у меня было. Кстати, да, насчет тушинки я ее сделал, но мне пришлось ее чуть-чуть подкорректировать. И у меня струна, в общем-то, сейчас покажу. У меня струна, в общем-то, она стала меньше. То есть она у меня не полностью вылезает теперь. Я сейчас взял иглу с собой, иголку. Бисерную. Буду вставлять сегодня, и когда уже все сделаю, я покажу вам всю эту конструкцию. Вот, вообще-то, сама струна, но... Нет, это не струна, это у меня леска. Сейчас струну покажу. Вот струна. Она... Подождите. Вот струна, она у меня маленькая слишком для... Вот ручки, которую я сделал. Ну, для этой. Вот, она очень маленькая, и поэтому она не полностью у меня выходит из ручки. Ну, что, мне лень просто отберивать ее пополам. И я из полной ручки сделал. Ну, да. Из полной ручки. Ладно, ребят, давайте я выхожу на улицу и продолжаю. А то уже три минуты дома стою, общаюсь с вами. Давайте. В общем-то, я на улице сейчас иду. Знаете, я сейчас съездил до 10 этажа на лифте. Ну, посмотрел. У нашего дома, короче, открыта крыша. И напишите в комментариях, слазить мне на эту крышу или не надо. Потому что мне, честно, хочется, но... При этом хочется ее снять на камеру. Ну, вообще, выкладывать... Видео. Так, что у нас вообще на клыше... На клыше... На клыше... На крыше происходит. Вот. Так что пишите в комментариях. А, и еще. Также пишите в комментариях, выкладывать ли мне... Такие же эксперименты, как у меня были с Мандемсом. Я был реально в шоке. Потому что у меня реально получилось. Я думала, что это всегда вся фигня. Подстала. Монтаж. А у меня получилось. Вот. Так. Да, вот, говорю. Пишите в комментариях, проводить ли мне такие же... Те, какие-то такие же... Снова похожие эксперименты. Там, например... Не знаю. Ньютоновскую жидкость. Или... Да, и еще, кстати, челленджи. Я уже давным-давно думала о челленджах. Сто слоев. Чего-либо. На что-либо. Тоже пишите в комментариях, делать или нет. То есть... Челленджи... То есть, ну, у вас есть выбор. Что я буду снимать? Челленджи. Эксперименты. Или поход на крышу. Ну, вообще, просто руфинг. Мы с ребятами еще собираемся сегодня, вот, не знаю, ближе к вечеру, наверное, пойти на заброшку. Я попробую сделать там зацеп. Ну, не знаю. Попробую. Если там, конечно, кто-то будет, то мы на нее вряд ли пойдем. Но все равно видео выложим. Даже если там кто-то будет. Обошел сейчас дворами. Да. Я не знаю, просто, что говорить. Да, еще. Скоро у моего друга день рождения. На следующей неделе. И у меня будет видео с этого дня рождения. Надеюсь, будет прикольно. Мы пойдем в эту, как бы... В какую-то комнату страха. Ну, не что-то такое. Квест-рум. Да, мы пойдем в квест-рум. И там будет что-то прикольное. Мне говорили, что, ребята, туда ходил. То, что там реально прикольно. Надеюсь, это правда. И мы туда пойдем. Надеюсь, мы... Я не знаю, как это сказать. Ну, в общем-то, обусремся. От страха. Или, возможно, от веселья там, я не знаю, что-нибудь. Животы подорвем. Ну, что я вообще там еще ни разу не был. Вот пойду. Какого получается? Либо в субботу, либо в воскресенье. Следующий. Ну, видео точно будет. У меня вот сейчас, что мало уроков сделано. То есть, как сделано. Просто мало уроков сейчас начали задавать. Поэтому я решил чуть-чуть от школы оторваться. Поснимать видео. Потому что у меня уже как неделю, наверное, не было видео. У меня просто не доходили руки до телефона, чтобы снять. С чем включить компьютер. И смонтировать это видео. Просто не доходили руки. Потому что я уже все, часа три, наверное, делал уроки. Тем более у меня сейчас музыкалка. Я прихожу часов в семь, наверное, домой в семь-восемь. Потому что мне надо до первого мая ездить. До первого маяского. То есть, это примерно от того места, где я живу, минут сорок. И обратно то же самое. Тоже примерно минут сорок. Почему я с портфелем? Все очень просто. Я сейчас иду к бабушке с ночевкой. А завтра понедельник. То есть, нам надо в школу. В шесть утра я как всегда стою. Валяюсь. Смотрю какие-нибудь видосики в телефоне полчаса. Потом быстро промываюсь. Ем. Собираюсь и ухожу в школу. В семь-тридцать я ухожу уже в школу. Хоть мне до школы дойти пять минут. Я всегда нахожу места, в которых я никогда не был. И просто иду через них. И просто, я не знаю. Еще минут как минимум на пятнадцать я в них задерживаюсь. Мама просто застала и птицу рассматривала. Минут пятнадцать это было минут десять максимум. Просто застаю и рассматриваю птицу. Смотрю на время и быстро бегом в школу бегу. Чтобы не опасать, у нас в этот день был первый русский. Это вообще жопа была. Кстати, вот, я сейчас покажу вам. Вот этот магазин девчата. Продукты. Самый знаменимый это у нас магазин во всей школе. Там сзади есть еще один магазинчик. Я туда, кстати, пойду, наверное, скоро. Ну, чтобы эксперимент какой-нибудь провести. Не знаю, за крахмалом, например. Ну, чтобы авокадо, он очень дорого стоит. 58 рублей вроде за 200 грамм. А там вроде 27 рублей за 200 грамм. Ну, то есть, разница большая. Сюда я практически пришел. Ребята, всем до встречи. Всем пока. Удачи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok